Нападение на дом, где проживают российские журналисты, произошло в столице Германии. Позже на месте обнаружили самодельное взрывное устройство. К расследованию преступления уже подключился Следственный комитет России. Спальный район Берлина. Кажется, тихое место. Из ряда аккуратных особнячков офис МИИ России сегодня выделяется разбитым окном, и это важная деталь. Накануне около четырех часов дня в него влетела бутылка. Когда стали убирать стекла, в углублении подвального окна и обнаружился странный предмет емкость с проводами и какой-то электроникой. Только случайность позволила нам найти ее. Обнаружить того, кто кинул нам эту бутылку. Могу даже, наверное, сказать спасибо. Потому что никто из нас в эти слуховые или вентиляционные шахты не заглядывает, признаются проживающие в этом доме руководитель медиагруппы России сегодня в Берлине Сергей Феоктистов. Здесь до сих пор сильный запах бензина. Приехавшим на вызов полицейским странный предмет сильно не понравился. Вызвали саперов, которым он не понравился еще больше. Эвакуировали и оцепили половину улицы. Просветили рентгеном. Выяснилось, есть горючая жидкость смесь моторного топлива с маслом и воспламенитель. Уничтожить решали на месте направленным взрывом. Поскольку само устройство было частично разрушено, принцип действия они мне не смогли сказать. Сказали будем разбираться, но скорее всего это дистанционно хотели привести в действие. Сколько оно здесь пролежало, мы тоже не знаем, но не более двух недель. Я думаю, что они хотели приурочить это к 8 или 9 мая. Скорее всего к 9 предполагает феоктистов. Могли погибнуть люди, в том числе и дети, потому что здание используется не только для работы здесь живут семьи сотрудников агентства. Его офис стал регулярно подвергаться атакам вандалов после того, как некто Юрий Шулипа очевидно. Специалист в области юриспруденции опубликовал у себя в соцсетях обращения, видимо, своего знакомого с предложением устроить травлю проживающим по указанному адресу. Кто там проживает? Российские журналисты «Спутник», например. Не только живут, а еще и работают Юрий Шулипа, проработайте плиз, юридический алгоритм лишения российской собственности в пользу Украины или блин, просто изгнание их поганой метло-ичкирийцы, запишите себе в блокнот сей адрес российского серпентария. Несмотря на разглашение персональных данных, а это подсудное дело в Германии, прокуратура Берлина проигнорировала заявление по той причине, что, дескать, не озвучены прямые угрозы. Таковой не считается видимая надпись «Русский ВАД», появившаяся пару недель назад. У местных СМИ ситуация не вызывает большого интереса, а тем более сочувствие к кремлевским пропагандистам. Накануне в Киле, где 8 мая пройдут выборы в Лантак, Алафу Шальцу снова кричали «Только не уходи, а отправляйся на фронт». Немцы не в восторге от того, что их канцлер внезапно изменил свою точку зрения и начал изыскивать возможности для поставки ВСУ тяжелых видов вооружений. И точно так же, как в период пандемии, некоторые вполне серьезные издания обвиняли российские СМИ в поддержке ковидскептиков. Так и сейчас некоторые из них лишают немцев права на собственное мнение, связывая протест с подрывной деятельностью русской пропаганды. Тем не менее, зажигательная бомба – это не пост в соцсетях и не надпись на стене. Из заявления российского посольства. 6 мая 2022 года в Берлине была предотвращена вероятная попытка осуществления террористического акта в отношении российских журналистов и членов их семей, проживающих на территории жилого комплекса, принадлежащего Российской Федерации. Посольство не исключает, что данный вопиющий акт может быть напрямую связан с развязанной в ФРГ атмосферой травли государственных российских СМИ, огульно обвиняемых в распространении дезинформации и пропаганды. По факту инцидента посольством направлена нота в МИД ФРГ с требованием провести расследование, установить виновных, обеспечить безопасность и нормальные условия работы российских журналистов. В качестве реакции на инцидент власти вроде бы планируют увеличить плотность полицейского патрулирования района. Но как следует из официального сообщения на сайте полиции, там до сих пор не определились было ли это нападение или кто-то позволил себе плохо пошутить. Еще больше интересного с сайта смотрим в нашем телеграм-канале Яндекс Дзен, новости сайта Вести на страницах ВКонтакте, Одноклассников, Яндекс Дзен и Телеграм. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...